Екатерина и Виктория четверокурсницы, их подруга Ксения уже магистрант. Дружба в университете между девушками наладилась давно. Главным общим интересом стало овладение экономической наукой. Прогрессивные и увлеченные, так можно в целом описать эту ставшую сегодня слаженной команду. Они не ограничиваются университетской программой, работают в более широком диапазоне, многим интересуются. Свои знания и новаторский взгляд они успешно воплотили в создании общего научного проекта. Их работа прошла проверку опытных преподавателей, а потом попала на четвертую международную олимпиаду по менеджменту и экономике. Бизнес-проект. Мы представляли проект под названием «Производство волокнистого композиционного материала с применением кастры льна». Этот материал разработали ученые нашего Брестского государственного технического университета. Туру и Пикулы. И мы брали их разработки. То есть мы взяли их идею и потом все полностью рассчитали. То есть затраты все посчитали, что должно включить, ну что включается в бизнес-план. И все для того, чтобы продвинуть этот проект. Мы его написали. Было три этапа конкурса. Первый заочный. То есть отправляли такую небольшую часть проекта. То есть там коротко описывалась сама идея. Вторая – это были расчеты полный бизнес-плана. Третий – вот мы поехали в Минск и там это все защищали. Почему выбрали мне такую тему? Ну мы разные рассматривали варианты и пришли к тому, что это наиболее актуально. Три месяца упорной работы, серьезная подготовка перед самим финалом – результат оправдал себя. Девушки оказались подкованными в разных вопросах, а потому им легко дались и испытания в рамках Олимпиады. Достойное второе место стало наградой за работу и стимулом к новым достижениям. По мнению девушек, научно-исследовательская практика поможет им в будущей профессии. Хотелось бы поступить в магистратуру, но после этого работать по специальности. Тоже хотелось бы работать по специальности. То есть будет распределение у меня в кинобюджете. Надеюсь попасть, связанное с экономикой. Ну и больше, конечно, инженер-экономист – это больше смертное дело, то есть более техническое. А где вы делали? В Бресте? В Бресте. Представительница экономического факультета Карина Телющенко дала громко о себе знать победами на конкурсах интеллекта и творчества «Студент года-2016». Сначала на городском, а потом и областном. Попробовать себя или нет, сомнений не возникало. Студентка была убеждена, она сможет проявить себя всесторонне, а полученный опыт ей непременно пригодится. Среди достойных соперников за звучные титулы она оказывалась лучшей. В своем вузе девушка преуспевает в общественной деятельности, выступает в составе хора и танцевального коллектива технического университета, имеет успехи в учебе. Сейчас я больше делаю упор на учебу, потому что я получаю два высших образования одновременно. В нашем вузе и в Брестском государственном университете имени Пушкина я учусь на специальности переводчик-референт, помимо своей основной специальности здесь. И делаю большой упор на занятия в хоровом коллективе, так как мы планируем поехать на международный фестиваль в Польшу. Следовательно, нужно усердно работать, чтобы показать нашу страну, даже мы будем представлять нашу страну на высоком уровне. Такая загруженность показалась бы небывалой для одних, но привычной для таких, как студентка Карина. Именно такие ребята доказывают, преуспеть в деле и даже ни одном можно, главное захотеть. Поставить цель и идти к ней – такой выбор делают студенты Брестского государственного технического университета, а потому и имеют такие результаты.